Доброго времени суток! Вы на канале Fanny Masha School, я Макс Селлер и сейчас мы займемся одним очень важным вопросом, можно сказать самым важным вопросом грибоводства. Мы попробуем сделать какие-то финансовые расчеты, которые будут относиться к производству грибов. Для того, чтобы сократить объем видео, давайте непосредственно перейдем вот к этому белому листу и сейчас мы на нем сделаем, создадим нашу грибоводческую ферму, посмотрим непосредственно в финансовом плане, что у нас из этого всего получится. Специально для этого дела я подготовил такую шпаргалочку для себя, чтобы немножко все-таки проще было излагать материал и вот с этой шпаргалочки мы сейчас будем излагать. Итак, расчет нашего бизнес-плана будет соответствовать значит сегодня 30-е. Ну я не знаю, почему так всегда, когда рисуют бизнес-план, то нету какого-то изложения, на котором человек становится и с указкой просто объясняет по цифрам, что это все означает. Обычно все рисуют на пустом листе, как бы вот развивается вот это все. Давайте и я не буду нарушать вот эту традицию, поэтому напишу. Значит, писать вот как раз разговаривать и все неудобно, но вот так уже есть. 30.08.18 года. Это необходимо для того, чтобы была дата, которую можно будет соизмерить или соотнести. Как тут будет видно, еще вот в чем вопрос. Соотнести с теми событиями или там, что будет там через 20 лет или так дальше. Теперь для вашего полного понимания вам лучше следить за тем, что я буду произносить. Поставьте сейчас на паузу, возьмите ручку и листок бумаги и для того, чтобы сразу нотировать для себя свои размышления и в дальнейшем можно было сделать свои расчеты. Итак, важным параметром производства грибов является выход. Мы берем промышленная целесообразность производства грибов является 25%. 25% это количество, которое экономически целесообразно получить от массы того субстрата, который мы будем закладывать. Правильный вопрос сразу, за сколько это волны. Теоретически 25% можно получить с одной первой волны. Но на практике обычно получается первая волна это в районе 17-20% и вот эти 5% 7 или больше добираются уже со второй волны. На этом фактически промышленное грибовоство и заканчивается, потому что если площадя не позволяют держать эти блоки дальше, то есть место ограничено, то их лучше всего выбросить и поставить свежее. Так будет более эффективно. Если же место не ограничено, то их можно держать еще на третью, четвертую волну, ничего страшного в этом не произойдет. Итак, если мы возьмем закладку субстрата, мы возьмем 1000 кг, то есть самого субстрата, то из 1000 кг у нас получается, соответственно, это будет 250 кг грибов. У нас получится из такого количества. Нужно сразу отметить, что для тех людей, у которых идут расчеты в гривнах, то есть не в гривнах, а в каких-то других единицах вашей страны, то возьмем для определения, возьмем мы 1 доллар. То есть сумму в гривнах вы сможете переводить потом в свои денежные единицы относительно доллара, и возьмем, что на данный момент 1 доллар равняется 25 гривнам. Я буду стараться, я тут для себя сделал некоторые переводы в доллары, поэтому я буду называть цифры в гривнах для своего рынка, для нашего украинского рынка, а другие расчеты вы для себя пересчитайте или прислушайте им цифрам, которые я называю. Значит, если мы заложим в 100 тысячу килограмм 1 тонну субстрата, то из него мы получим 250 кг грибов. Если эта сумма будет в гривнах, то это приблизительно 6250 гривен. Или по-другому, в долларах это будет 250 долларов. Вот такая сумма. Это получилось 250 долларов. Здесь я сделал еще один такой расчет. Это расчет по грибам. Если же мы возьмем 1000 кг того же субстрата и пересчитаем его, то есть разделим на 8 кг, это вес одного блока, и таким образом у нас получается 125 самих грибных блоков. Это не сумма, это грибной блок. Что у нас получается как камера? Может быть, если мы чуть-чуть сделаем вот так, возьмем более важное направление кадр, там лампочка немножко подсвечивает, но сейчас она не будет мешать. Да, вот так будет лучше видно. Значит, 125 грибных блоков у нас получается. И в общем, сейчас приблизительно средняя цена, плюс-минус, колеблется вот на данный момент в Украине приблизительно 30 гривен за один блок. Гривен, да. Ну, в долларах, соответственно, это получается, если доллар 25, то где-то чуть больше там долларов. Плюс 5, это где-то доллар, ну, грубо говоря, 1 доллар фактически, ну, доллар 20, 2 центов. Значит, 30 гривен стоит один блок. 125 блоков, если мы продадим по 30 гривен, то, соответственно, у нас получается 3750 гривен. Или это соответствует приблизительно 150 долларов. Как вы видите на начальном этапе вот этого повествования и по этой схеме, уже сразу становится понятно, что не совсем выгодно производить и продавать блоки. Это самый трудоемкий процесс. Скажем, на том же самом объеме мы уже здесь не добираем уже 100 долларов приблизительно. Потеряем на том, если мы не вырастим грибы, а продадим сами блоки. Но в большинстве случаев оправдано и выращивание грибов, и продажа блоков. Все равно, как вы понимаете из дальнейшего изложения, которое будет дальше, вы поймете, что на каждом из этапов есть своя прибыльность. Что я дальше рассчитывал? Дальше идет вот такой расчет. Я подошел к этому вопросу не теоретических тысячу килограмм. Я рассчитывал по своей бочке. То есть по своей емкости, в которую загружается компост. То есть не компост, а в данном случае компост это у шампиньона. У нас получается субстрат. Вот субстратная бочка. Субстрат. Значит, в бочку помещается 600 килограмм. 600 килограмм субстрата. Вот. 600 килограмм субстрата, это имеется за один цикл, мы получаем 600 килограмм. Это мокрой соломы. Мокрой соломы. То есть уже готов. В блоках это будет, значит, разделяем на средний вес блока 8 килограмм. И того у нас получается 75 блоков на выходе. 75 блоков. За один цикл. Теперь, что интересно, как это все будет выглядеть в деньгах. Значит, при стоимости, вот у нас, например, солому, когда мы заготовляем солому, то нам приходится платить только за то, что делается тюк. Ну, там, понятно, доставка, там еще какие-то расходы на топливо. Но это уже такое. Сама стоимость тюкования одного тюка стоит 8 гривен. 8 гривен. Для того, чтобы заложить 600 килограммов, получить 600 килограмм субстрата, нам необходимо для этого приблизительно 10 тюков. Ну, на самом деле, получается, их не 10, их может там, допустим, ну, возьмем 12 запасов, но ориентировочно вы понимаете, что для такого количества необходимо 10-12. То есть уже какая-то цифра определена. Возьмем тогда по затратах, я уже, как я на черневике написал, так и буду дальше излакать. По затратах у нас получается, что 8 тюков, 10 тюков по 8 гривен, это у нас в расходы. Мы сейчас будем рассчитывать расходы. Может быть, надо попробовать другим, более выразительным цветом. Вот на расходы у нас уже сразу запишем 80 гривен. Это у нас идет расход на именно сам материал, именно на саму солому. В дальнейшем, что нам еще не будет необходимо для того, чтобы произвести все-таки эти грибы. Мы будем здесь, я буду в столбик так вот писать все расходы, которые будут необходимы. Итак, для, плюс к этому всему в расходы, мы, допустим, запишем, это 20 гривен, пускай стоит, ну, то, что считается там, то, что добавляют для ощелачивания самого, самого субстрата, как обычно, это применяется известь. Ну, какое-то количество денег она тоже стоит, возьмем ее за 20 гривен. 20 гривен стоит ощелачивание, допустим, вот этого количества. Дальше, что у нас? Теперь нам будет необходимо пакеты, куда мы будем их засаживать, ну, делать вот сами блоки. Значит, если мы это посчитаем из рукава, значит, нам нужно будет 75 блоков, сам пакет имеет 80 на 35 сантиметров. Значит, это приблизительно, ну, грубо, давайте посчитаем, что это у нас получится на 75 блоков приблизительно 75 метров, ну, или 70 метров, вот равно где-то так, 70 метров. Для простой расчета немножко так упрощаем. 70 метров нам необходимо отрезать будет из рулона для того, чтобы изготовить вот эти блоки. Возьмем за стоимость приблизительно по гривне 20 за одну, за один мешок, и это в общей сложности у нас получается 70 гривен. То есть сюда мы добавим еще 70 гривен в расход. Теперь, что у нас еще из расходов нужно? Нужно будет стяжки для того, чтобы связывать вот эти пакеты, которые нарезаны. Еще необходимы будут скотч, чтобы их заклеивать. Ну, добавим еще на это все в расходы плюс 20 гривен. И, ну, пусть еще плюс 20 перчаток, здесь я написал. Перчатки. Пусть две пары перчаток, кто ими пользуется. Итого, по вот этим моим расчетам, здесь получилось на общем и целом, таких вот по мелочам, скажем так, уже получилось 210 гривен. Это минус. Это расходы. Приблизительно, ну, грубо очень говоря, это 10 долларов приблизительно мы уже потратили. На вот это все подготовительный этап. Теперь, теперь, что полезного? Теперь, расходы. Ну, и я здесь у себя, я даже забыл посчитать, потому что в мицели у меня получается как бы своего производства, то я его даже в расходы сюда не закладывал. Но он все-таки идет в расходы. Здесь же идет расход на зерно, на сами процессы, там дополнительные компоненты, опять же упаковку, время, электроэнергии и все остальное. Ну, я даже здесь на этом этапе забыл его писать. Я потом внизу дописывал, поэтому следуем моему изложению дальше. Значит, что же такое? Мы сделали вот эту бочку, вот это, приблизительно, расходы, пока без мицелия. Мы сделали бочку, которая, что-то уже не пишет, имеет объем 600, ого, да, это уже кто-то попользовался, которая имеет 600 кило. Сколько это будет в грибах? То есть в грибах это будет, на выходе это будет 25 процентов. Сколько же из этого всего получится грибов? Это получится 150 кг. 150 кг, это выход будет в грибах. Если мы возьмем середнюю стоимость, умножим на оптовую цену гриба, то есть не розничную, а самую оптовую, поскольку они продаются, это по 25 гривен. 25, то у нас получается, что непосредственно на грибах, если мы их вырастим, соберем 25 процентов, то мы получим прибыль в районе 3750 гривен. Это из бочки емкостью 600, то есть на выходе из бочки у нас получается 600 кг субстрата. В гривнах, опять же таким, для того, чтобы узнать, сколько это будет в долларах, мы это все дело разделяем на 25 гривен за 1 доллар. Это у нас получился расчет по самим грибам. И если мы сделаем тот же самый расчет, если мы продадим просто блоки, это у нас получилось 75 блоков стоимостью по 30 гривен. Это у нас тогда получится в деньгах приблизительно 2250 гривен. Можно тут вывести отсюда разницу, если взять 3750 минус 2250, то разница составит там 1500 гривен. То есть довольно-таки, опять же, из этого расчета видно, что производить грибы намного выгоднее, чем производить и реализовывать сами блоки. И теперь, как соотнести вот этот выход, то есть 3750 гривен, это общая прибыльность, которая у нас получилась из 600 кг субстрата. На протяжении, это приблизительно будем считать, где-то одного месяца. Один месяц. Сколько занял цикл по выгонке вот этих блоков? Один месяц. И в расходах у нас было 200, у меня, не у нас, у меня было 210 гривен. К этому всему нужно в расходы вот сюда добавить еще мицелий. Мицелий. Ну, это одна будет из самых больших составляющих в расходах при производстве грибов. И в этом случае, что здесь я насчитал, то есть при внесении мицелия, то есть на 600 кг, нам будет необходимо 4% от веса самого субстрата. 4% от веса субстрата, это нам нужно будет на вот эту бочку 24 кг, 24 кг мицелия. 24 кг мицелия мы умножаем на среднюю стоимость за 1 кг мицелия, то есть берем розничную цену, в среднюю 25 гривен. Или другими словами, приблизительно 1 доллар ровно стоит 1 кг мицелия. Таким образом, у нас получается в гривнах, это у нас получится, в долларах это 24, соответственно, а в гривнах у нас получается 600 гривен. 600 гривен. Итак, вот у нас получилось 600 гривен расходов, это мицелий. Мы его дописываем сюда в расходы. 600. Добавляем еще 210, те, что мы посчитали по мелочам. И у нас в общем и целом, ну, сами видите, что сюда не было добавлено электричество, там вода и все такое. Ну, в каких-то мерах, сами понимаете, чем меньше производство, тем ниже эффективность. Чем больше объемы, тем более эффективна идет сама работа. Значит, расход здесь получился в общем и целом 810 гривен. У нас вышли затраты. И давайте пусть, пусть уже так вот по-честному, по-полному, добавим 90 гривен. Пусть мы затраты на электроэнергию, воду и все остальное для простоты расчета. И это у нас в общем и целом получится 900 гривен затрат. 900 гривен это у нас затраты. И вот та сумма, которая у нас получилась на грибах. Это 3750 гривен. Поэтому я и говорил, для того, чтобы понимать, иметь возможность следить за ходом мысли, нужно иметь с собой ручку и листок бумаги. Потому что бизнес-план только тогда считается бизнес-планом. Если его можно изложить на бумаге и показать другому человеку. Что я сейчас и пытаюсь как-то более-менее показать. Значит, если мы от этой суммы 3750 отнимаем 900, то есть у нас получается чистая прибыльность. Ну, это в районе, сколько там получается. Не знаю, сколько я там... Что-то там у меня насчитано. У меня получилось... У меня получилось... Другие цифры. Значит, это вы себе посчитаете. Значит, у меня получилось что? Затрат у нас... Затрат получилось 32... 900 гривен или приблизительно это 34 доллара. Ну, грубо как-то так вот. 34 доллара это наши затраты. И... Последнее, что осталось нам рассчитать, какова же эффективность будет вот этого всего нашей грибной фирмы, которая у нас была. Значит, эффективность у нас будет... Рассчитаем следующим образом. Значит, возьмем за... За 100% мы возьмем наши расходы. То есть возьмем 34 вот этих доллара, которые у нас пошли на расходы, возьмем за 100%. Это будет 100%. А то, что мы получили прибыль, вот эту 3750 гривен, или 150 килограмм продали. Это 150 долларов. Это мы получили прибыли. Это будет у нас X процентов. Из-за этого нужно нам вывести уравнение. 150 мы перемножаем на 100 и разделяем на 34. Таким образом... Вот здесь напишем равно. И таким образом у меня из расчетов получилось 441. 441 процент. То есть, как мы видим, вот где получается вот эта интересная магия, когда из теоретических моих расчетов получился 441. Теоретический. Теоретический процент. Что же говорит и показывает практика, что ориентироваться нужно в грибоводстве, учитывая сезонность, учитывая разные плюсы и минусы, учитывая расходы, учитывая разные моменты, когда что-то еще не получается на начальных этапах, и так далее, то в среднем прибыльность получается не вот такая теоретическая. Она получается где-то на уровне 250-300 процентов. Вот это приблизительно реалистичная цифра, которую можно получать, выращивая грибы. Что здесь становится интересным, что мало каких областей сельского хозяйства или другой деятельности в данный момент, в наше время, можно применить или задействовать для того, чтобы получить прибыль в районе 250-300 процентов. Другими словами, из каждой вложенной нами сотни, то есть если мы вкладываем, допустим, каждую сотню или тысячу, то у нас получается, допустим, вот из сотни у нас получается 250-300 гривен. Из тысячи у нас получается, соответственно, 2500-3000 гривен прибыли. Вот приблизительно такие расчеты у нас получается, если рассматривать само грибоводство в цифрах. В принципе, все, что я хотел изложить относительно цифр, больше добавить все, что можно, для того, чтобы не удлинять само видео и так бесконечно длинные, то комментарии, соответственно, какие-то вопросы, и кто что заметил, недочеты, может быть, чем-то вы задаете внизу в комментариях, я на них отвечаю, и мы будем вот этот бизнес-план, скажем так, корректировать относительно грибов, для того, чтобы полностью внести ясность вот в этот вопрос. Вам же, в свою очередь, здесь набросаны такие вот, можно сказать, готовые уже шаблонные формулы, по которым вам можно произвести расчет, то есть, добавляя нули, удаляя нули, или выведя свои формулы относительно ваших размеров, объемов и всего остального, хотя бы взять, по примеру, сколько вам нужно заготовить тех же тюков, на что рассчитывать, если, ну вот, возьмем простой пример, да, то есть, 600 килограмм, на 600 килограмм мы возьмем, пусть запасом, 12 тюков, ну, необходимо, допустим, какие-то тюки испортятся, или еще что-то такое, возьмем запасом 12, то есть, на 600 килограмм мокрого субстрата нам нужно 12 тюков, соответственно, если вы собираете 6 тонн сделать субстрата, вам нужно 120 тюков, соответственно, если вы собираете 60 тонн сделать субстрата, вам нужно 1200 тюков, Получится, если вы будете работать по системе гидротермии, да, в принципе, и по любой системе там, то все равно у вас получится приблизительно такая цифра. Это уже позволяет сделать, соответственно, какие-то расчеты. Когда-то у меня была даже такая штука, я взял в Excel специально сделать такую табличку, куда можно было просто внести какую-то циферку, и сразу в табличке менялись все показатели, там, прибыльности, затрат и всего остального. Вот делал я такой автомат, где-то она потерялась, и сейчас коптеть над этим всем нету ни, с нашими темпами инфляции нету ни времени, ни желания, поэтому к вашему сведению вот такая информация от Макса Селера на канале Funny Machine School. Следите за каналом и следите за дальнейшим развитием нашей экономической темы, именно экономических аспектов, которые будут излагаться и преподаваться именно в этом семестре обучающем, именно в этом году. До следующих встреч на канале.